Сегодня 11 июня, быстренько хочу так вот показать на сои действие, эффективность работы пульсара, действующее вещество имазомокс против сорняков. Здесь есть такой вот огрех, вот участок более чистый, хотя тоже есть сорняки, но они уже никак не влияют на рост и развитие сои, и в дальнейшем тоже не будет влиять, потому что соя достаточно уже высокая, цветет. И вот она, грех, как раз вот участок, который был не захвачен при опрыскивании. Ну, такой вот контраст. Здесь уже все перерастает. Есть злаковые сорняки, есть марь, есть горцы. И участок более чистый. Пульсар. Пульсаром работали в фазу двух настоящих листьев. Соя, конечно, немножко страдала, она поменяла цвет. Была бледнее, чем сейчас, но потом отошла. Во всяком случае, чем раньше работаешь, и мазомоксом тем лучше, потому что есть время на то, чтобы отойти культуры, отойти, переболеть, плюс концентрация на листе, ну, как бы, поменьше, потому что листовой поверхности мало. Немного. И, как бы, для сорняков, может быть, для борьбы с сорняками, это лучшая, наверное, тоже фаза обработки, потому что они не перерастают в этот момент. Когда уже тройчатые листья, конечно, сорняки могут перерасти, и эффективность препарата будет ниже. Так что вот такой вот пример.